Так, теперь мы работаем с софтом Alphana. Включаем Alphana, запускаем приложение, которое называется ADA, Alphana Data Analysis. Есть версия для Android, есть версия для iPhone, есть версия для MacBook, есть версия для Windows. Вот я параллельно запускаю и подключение через Bluetooth очень удобно. Вот у меня на компе, вот у меня на планшете Android. На смартфоне я показывать не буду, как бы с смартфона работать, это такое себе нужно, чтобы побольше экранчиков. Значит, загрузили, нажали кнопку вот эту вот USB Bluetooth. Я всегда, никогда по кабелю не подключался, он обычно не под рукой, поэтому я нажимаю и мы перешли в режим Bluetooth. Теперь нам нужно подключиться к нему. Нажимаем кнопочку download и пытаемся подключиться. Вот у нас название устройства, Alphana 6F24. У меня он уже есть здесь. Вот он, 6F24. Тех, у кого его нету, просто нужно нажать будет. Первый раз, когда мы подключаемся к нему, сейчас прошу прощения, то нужно будет нажать кнопку new Alphana. Так вот, режим ожидания, есть пин-код он будет запрашивать и я подключаюсь к нему. Нажимаю, выбираю его и нажимаю кнопку подключить. Здесь он спрашивает, какой тип гонки. Это все не имеет никакого значения. Нажимаем, например, free. Какой класс тоже не имеет никакого значения. Нажимаем not used. И он подключается. Вот он прислал уведомление о том, что новая прошивка есть. Окей. Нас не волнует. Учитывая, что я давно к этому прибору не подключался, он начинает загружать аж 60 сессий. Ну вот, параллельно здесь уникает, что есть подключение и давно выводится дата. Учитывая, что это Bluetooth, а не Wi-Fi, это работает достаточно медленно. В этом плане микрон работает быстрее на загрузку данных. Ну и теперь берем, выбираем любую из тренировок. Мы видим все тренировки здесь, которые уже скачаны в приложении на андроиде. И мы берем, например, хотим вот это вот проанализировать. download complete, написано. Теперь мы нажимаем вот на вот эту кнопочку аналитика. И берем, например, хотим сравнить две сессии. В одной было время круга 2,6, а в другой 2,8. Ну и можем этот еще 3,2. Нажимаем next. Уведомление о том, что в памяти не было Вальфана, и поэтому интересный смарт, поэтому это я не выбрал. Выбираем там, где уже вся сессия сохранилась, потому что последние не были сохранены, не была сохранена вся дата, потому что мало было памяти Вальфана. Выбираем, допустим, три разные сессии, нажимаем ok, download, и тут можно в каждой сессии выбрать круги, которые мы хотим сейчас анализировать. Ну, допустим, мы не хотим анализировать так много, мы хотим только сравнить с трех разных сессий три лучших круга. Тогда мы выбираем ненужные нам круги. Видим, что у нас 2,6 круг pink color, 2,8 зеленый и 3,05 самымедленный желтый. И нажимаем кнопочку next. Вот у нас загружается наша дата. Мы можем здесь вводить, и мы видим здесь, как едет по трассе наша машинка. И тут можно разные датчики подключать, отключать. Безумное количество настроек, которые сейчас не видно вам. Вот они. Здесь справа очень много разных настроек. Но пока пробежимся не по настройкам, а потому что мы здесь видим верхний график. Это обороты. Потом следующий график скорость и следующие температуры. Но у нас температуры не было в этом классе. Поэтому мы видим только обороты и скорость. И основное здесь, на что можно смотреть, как бы это скорость. Потому что она... Опа, черт побери. Сори. Когда разница большая, то видно, где конкретно человек тормозит, с какой скоростью он проезжает по вороте и так далее. Здесь, например, видно, что желтый, например, в данном случае позже затормозил. Позже затормозил, но потом сильнее у него скорость упала, и он потом будет терять. Кстати, где можно видеть отставание в реальном времени. И вот если мы нажимаем, вот так ведем, то мы видим скорость каждого круга и обороты. Скорость каждого из анализированных кругов и его обороты. Вот в этом месте у нас есть в режиме онлайн, по которому мы вводим отставание или выигрыш от лучшего круга. То есть вот этот круг, допустим, в этой точке трассы две сотки выигрывал, а этот две десятки проигрывал. А здесь уже проигрывает этот, который выигрывал. То есть была ошибка, был неплохой круг, но была ошибка в определенной точке, после чего пошел проигрыш. Это после S на торможении был проигрыш, и потом уже дальше на разгоне. И здесь вот линии можно увидеть, кто насколько глубоко, в каком месте бросает точку газа и так далее. Очень-очень удобно, очень-очень хорошо, но чем больше дисплей, на котором мы смотрим, если бы я сейчас это перенес на большой монитор, а не на маленьком мониторе десятидюймового планшета, то видно было бы лучше. Карты тоже вот визуально отображаются, кто какой, кому сколько проигрывает в данный момент трассы. Да, это постоянно данные меняются. Что у нас тут есть интересного? Есть, можно включить Google-карту и запустить, и прямо ехать здесь по Google-карте. Прикольная опция, очень интересная. И в режиме реального времени мы видим тоже все скорость, обороты, подставания и даже перегрузки в джим. Развращаемся назад. Настройки. Здесь RPM, скорость, температура, боковое ускорение, как бы настраиваются цвета и так далее. Если, допустим, нам температура не нужна, то мы это можем убрать, чтобы не засорять дисплей. Nothing. Nothing нажали. И у нас здесь будет только RPM и обороты уже, и не будет этих лишних строк. Что еще у нас тут есть в настроечках? Информация. Рассказывают они там, что там графики нам показывают. Это нам больше не надо. Time distance, вот эта функция, это показывает. В режиме реального времени здесь поменялось на foot вместо отставания в секундах. Поэтому мне больше нравится вот этот показатель, когда я вижу здесь в десятках отставаний. Тут можно круги листать. В общем, вот всеми остальными функциями достаточно редко я пользовался. Много там чего есть, но такие более глубокие настройки, которые не думаю, что пригодятся там настройки цветов. Трасса, где сравнение там максимальных пиковых значений, тоже такое, не понимаю, для чего оно надо, если честно. Speed sensor configuration у нас его нет вообще. Тут опять-таки значения на каком круге, где какие пиковые значения были оборотов. Ориентация круга нам это неинтересно. Здесь в каком виде отображать картинку, но я люблю в том виде, в котором она сейчас. Тут можно поменять отображение. Допустим, сейчас у нас есть график плюс трасса плюс перегрузка. Можно добавить еще допустим стеринг, как руль крутится. Но, опять-таки, вот если я поставлю его, то мы ничего не увидим, потому что у нас этого датчика руля нету. Поэтому вот этот трек плюс GeForce мне нравится больше всего. Вот этот график, этот перегрузки. И здесь же они видны вот в цифровом значении. Ну, здесь в футах, кстати, это можно тоже поменять на метры, чтобы была привычная система. Ну, я думаю, что в основном вот это вот весь функционал такой же, как и есть. Здесь вот можно четвертый круг добавить, четыре круга сравнить. И тут хорошо видно разницу в скорости. На картах видно, кто где отстоит, кто где отыгрывает. Вот так. Пользуемся, совершенствуемся, анализируем свои круги, свою телеметрию и становимся быстрее. Продолжение следует... Продолжение следует...